Ну что, друзья, и снова здравствуйте! А с вами я, Михаил Шилов, автор проекта www.drshilov.com. Я вам уже рассказал, что подготовил видеокурс по самокоррекции позвоночника. И сейчас я хочу рассказать вам о том, что же это такое за самокоррекция, что это за метод и почему он такой вообще хороший, почему я предлагаю его вам. Самокоррекция позвоночника – это великолепнейший метод для того, чтобы предотвратить боли в шее и спине. Великолепный метод. О чем он так хорош? Объясняю. А тем хотя бы, даже для начала, что он само. Само – это значит, вы делаете сами эту коррекцию самостоятельно. А значит, вы ее можете делать там, где хотите, и тогда, когда хотите. Вы сами себе доктор. А вот представьте, как вообще бывает. У человека может болеть голова, у него может снизиться зрение, снизится слух, у него могут быть даже боли за грудины, которые очень похожи на стенокардию. И он думает, что это болит у него сердце, то есть ишемическая болезница в сердце. У него может быть вообще нарушена правильная работа кишечника, у него запоры или наоборот. Сами понимаете, что бывает, когда наоборот не запоры. Может быть даже половая какая-то дисфункция, сосудодвигательные какие-то нарушения. И человек лечит эти заболевания очень часто. То есть он считает, что раз у него боли за грудины, он лечит сердце. Раз у него болит голова, он принимает какие-то медикаменты для того, чтобы голова не болела. И часто ему не вдомек, что это проявление остеохондроза. То есть на самом деле не сердце как таковое болит у человека, а это неправильно идет иннервация сердца. То есть это боли наведенные. Сердце в самом деле у него вполне себе нормальное. Просто оно неправильно управляется. Сейчас я вам просто поясню, в чем собственно говоря дело. А дело в том, что иннервация, это специальный термин такой, который говорит о том, что к органам подходят какие-то нервы. И откуда они, значит, идут? А идут они в основном все из спинного мозга. Из спинного мозга выходят корешки. Это толстые стволы нервные такие, которые ветвятся потом и подходят к самым разным органам всех систем человека. Для чего она нужна? С помощью нервов осуществляется регулировка, то есть управление происходит правильной работой всех органов и систем. Для того, чтобы они работали скоординированно, правильно, перестраивались тогда, когда надо в своей работе, чтобы давление повышалось, понижалось, изменялась какая-то частота сердечных сокращений, что-то там еще. То есть регуляция. Нервная система ответственна за регуляцию, чтобы управлялось правильно все. И вот, все идет из спинного мозга. А спинной мозг, он проходит в спинномозговом канале непосредственно в позвоночнике. А корешки со спинного мозга, они выходят между позвонками. И вот представьте, что может произойти. Если как-то неправильно позвонки подвинутся друг относительно друга, то может произойти ущемление этого корешка спинного мозга, то есть этого нерва. И в нем нарушается проводимость. А значит управление нарушается целого сегмента, который будет иннервировать данный корешок. То есть выпадет правильная функция и работа целого сегмента человека. Целую часть, вот куда подходит этот нерв. А он может идти и к сердцу, и к легким, и к каким-то другим органам, и к мышцам в том числе. Это само собой разумеется. То есть может появиться какая-то локальная слабость мышечная. То есть одна рука слабее будет, чем другая. Очень даже запросто. Или нога. И даже со временем они могут измениться в размерах. Прямо визуально это заметно будет. То есть одна рука будет толще, другая тоньше. И даже у правшей может оказаться тоньше правая рука, чем левая. Из-за того, что будет неправильная иннервация. Из-за того, что происходит ущемление какого-то корешка. Санки спинного мозга. Вот. Представляете? И это очень часто происходит как раз тогда, когда у человека есть остеохондроз. Потому что остеохондроз это что такое? Это деструктивный процесс самих именно позвонков. И когда этот процесс происходит, то позвонки изменяют форму, а значит они изменяют и положение друг относительно друга. Чаще всего. Чаще всего так происходит. И возникают осложнения в виде прострелов для начала. Это самое такое легкое проявление. А потом уже возникают осложненные какие-то виды течения. То есть остеохондроза в виде проявлений вот таких вот заболеваний. Которые кажется, что болят органы какие-то. В самом деле вся проблема в остеохондрозе. Так вот. На самом деле есть панацея. Ура! А в чем она заключается? Она заключается в том, что если не будет ущемлений происходить этих корешков спинного мозга, и проблем, соответственно, с этим связанной не будет, а значит, если существуют какие-то методы, которые позволяют корректировать позвонки друг относительно друга так, чтобы они находились в правильном положении, даже при остеохондрозе, и стабилизировать в этом положении их потом, то проблемы не возникнет. Даже если, как я говорю, даже если будет остеохондроз. Даже если сами позвонки будут изменены немного. Потому что остеохондроз – это естественный процесс. И с годами, конечно, позвонки меняются. Но если они расположены правильно и не ущемляют корешки спинного мозга, то и проблем не возникает. То есть, будет без осложнений протекать остеохондроз. И это очень хорошо. Теперь, значит, кто занимается тем, чтобы корректировать позвонки? На самом деле, нет людей таких, у которых все идеально. Дело в том, что динамический стереотип, который связан с различными видами деятельности человека, он к тому приводит, что все равно возникает дисбаланс в тонусе мышц. И поэтому идеальных осанок не бывает, если их не вырабатывать. И не бывает идеальных положений позвонков. Все время есть какие-то торсии, дисторсии, подвороты позвонков, что-то еще, сдвиги, какие-то листезы, которые приводят потом к протрузиям, грыжам и так далее. Но я не буду пугать вас сейчас. Суть-то не в этом. Суть в том, что никогда не бывает так, чтобы само по себе все было хорошо. Даже если занимается спортом человек, то его занятия спортом к тому приводят, что у него возникает специфический спортивный стереотип, который ведет к специфическим спортивным заболеваниям позвоночника. Потому что одни мышцы работают больше, чем другие, и возникает дисбаланс их тонуса, который со временем ведет к какой-то проблеме. Это все спортсмены знают на самом деле. Тут вообще секретов нет. Так вот, чтобы этого не происходило, нужно позвонки, чтобы находились в правильном друг относительно друга положении. Для этого нужна коррекция. А кто коррекцией занимается? Коррекцией занимается мануальный терапевт. Но мало скорректировать позвонки друг относительно друга. Надо, чтобы они в этом положении еще и сохранились. То есть, сохранилось это положение правильное. Этим уже занимается кинезиотерапевт. Раньше было... То есть, это модное такое слово сейчас. Раньше это врач ЛФК. Но они и сейчас есть. То есть, ЛФК и кинезиотерапия, они ответственны за то, чтобы создать правильный самодинамический стереотип и выровнять мышечный тонус. Вот. Ну, посмотрите. Два специалиста должны заниматься. То есть, их надо посещать. И вы не особо будете понимать, что вообще происходит. То есть, вы ответственность с себя сняли, пришли к специалисту. Он что-то сделал. И к нему надо потом опять идти. Вот. И эффективность от процедуры тем ниже, чем вы меньше понимаете, что вообще врач с вами делает и что происходит. А вот на самом деле существуют методы самокоррекции. Самокоррекции. То есть, те методы, которые вы можете делать самостоятельно. То есть, можно позвонки друг относить на друга, корректировать в правильное положение самостоятельно. И существуют методы стабилизации, чтобы потом это положение стабилизировать. Тут это не что-то инновационное. Я здесь открытий вообще не делаю никаких абсолютно. Хотя у меня есть масса авторских методик по самокоррекции. Этим я давно занимаюсь, потому что сам сам спортом активно занимаюсь. И кто мне поможет? Я сам врач и мануальный терапевт. Вот. И я просто знаю, что есть методы самокоррекции, поэтому применяю их сам. Мне так удобней. Это гораздо быстрее, чем я пойду к какому-то специалисту. Вот. И методы эти существуют уже очень-очень давно. А почему же тогда мы не видим сам того, чтобы эти методы широко популяризировались? На самом деле они популяризируются. То есть в интернете, на ютубе можно найти массу видеороликов, которые разрозненно показывают какие-то методики отдельно. Иногда очень даже неплохо все показано. Но чаще не то, что плохо, недоходчиво. Я поясню такой момент. А почему это происходит? Потому что если это показывает сам человек, который сам освоил, у него не хватает компетенций, чтобы правильно это дело передать. Его научил доктора, условно говоря, и он пытается это передать потом еще кому-то. Не владея методологической какой-то базой и фундаментальными знаниями, он все на пальцах передает. В итоге тут скользает очень важный момент. И не факт, что то, что у него сработало, будет работать у других. А врачи таких с полноценных пособий, как правило, не делают. А знаете почему? По одной простой причине. Не потому, что врачи плохие и не хотят обучить пациентов, как не болеть. Врачи готовят пособий много, но они готовят методические пособия для того, чтобы обучать других врачей, а не пациентов. Им просто не приходит в голову, что пациенты не настолько хорошо все понимают. И поэтому эти методические пособия сквозят сложной терминологией. И для рядового пациента это учебник по квантовой физике. там трудно разобраться. И врачи пишут пособия для того, чтобы научить других врачей. Это все понятно. То есть они учат манипуляциям, как доктору сделать что-то с пациентом, а не как пациенту что-то произвести самому с собой. И даже если они готовят пособия по методам самокоррекции, то они вносят в основном академический характер теоретический. То есть все эти методы работают, но они не предназначены для того, чтобы им обучать пациента. Они направлены на то, чтобы рассказать другим врачам, что такие методы есть. И иногда выплывают единичные методики какие-то в интернете, но единой фундаментальной такой вот методологии, которая выбрала бы в себя все лучшие методы самокоррекции и простые для пациента, для любого человека, от шины до копчика, чтобы это можно все легко было делать. И методы стабилизации этого нет. Есть некоторые пособия, но не настолько они емкие. И самое-то в них нехорошее то, что, как правило, доктор, который это показывает, он не показывает это на себе, как он это делает, что он вот сам вот должен, как это пациент сделать должен. Он обычно показывает так. Стоит врач в халате белом и показывает на пациенте, как пациент должен двигаться. В итоге получается какая-то неправильная подача. Не есть обучение. Обучение это когда, как тренер, он сам показывает, хороший тренер, который действующий, сам показывает и тут же он сам просит, сделай как я. И тогда все получается. Вот. Понимаете? И вот опять же вернусь сам к тому. Те методы, которые показаны для врачей. Другой совершенно язык для пациента нужно по-другому. Нужен другой язык. Нужна другая терминологическая база. Нужна понятийная база другая. И тогда все будет намного легче. Мне с этим делом проще. Потому что я являюсь практиком всех методов самокоррекции. Учитывая то, что я спортсмен, я потребитель этих методов. Врачи часто не являются потребителями тех методик и технологий, которыми они владеют. Либо они сами болеют этими всеми заболеваниями и не лечат их. Либо они не болеют этими заболеваниями и поэтому не лечат их. Здесь же все по-другому. Дело в том, что самокоррекция направлена не на больных людей. Она направлена прежде всего на здоровых, на выздоравливающих, выздоровевших и желающих никогда больше не болеть. Вот так вот. То есть в острой фазе эти методы нельзя применять. Надо ремиссии дожидаться стойкой и потом это все дело делать. Но если сделать это в ремиссию или когда ничего не болит, или вы еще не болели, вы и не заболеете никогда. Или больше никогда не заболеете. Это никогда не повторится. Вот это важно. И поэтому что получается? Поэтому получается то, что я являюсь потребителем собственных методов. А потому они все проверены и они все работают. Больше того, я действующий тренер. У меня есть целая группа и не одна. С тех, с кем я работаю постоянно. И было много групп, с которыми я работал. И спортсменов действующих. Я их обучил всех этим методом. Они все практикуют и проблем не возникает. Это очень хорошо. Но также, разумеется, я и не со спортсменами работал. То есть я сам это практикую. Сам на себе проверил. Другие люди это делают. Именно по методике моей, которую я вам в этом курсе даю. И все получается. Поэтому, понимаете, не хочу говорить, что она для пациентов. Она для всех людей вообще. Для всех. Она на то направлена, чтобы вы всегда чувствовали себя хорошо и бодро. Никогда не болели. Болезни от позвоночника, от спины. Я вам уже рассказал, сколько много проблем может быть всяких. И вы этих проблем сможете избежать очень даже легко, если у вас будет правильно выстроен позвоночный столб. То есть вы будете применять методы самокоррекции и стабилизации позвоночника. Самокоррекции и самостабилизации позвоночника. Встретимся в следующем видео. Я вам еще кое-что расскажу. А пока посмотрите, что внизу. Там хорошее предложение. Так что воспользуйтесь им. Ого. Он. Он. Продолжение следует...